Дарья Фоменко В эти выходные 70 команд соревновались на кубке в городе Дебритен. На одном из крупнейших в Центральной Европе детских футбольных турниров участников было почти вдвое меньше, чем обычно. Из-за меньшего количества игроков болельщиков тоже было не так много, но они активно болели за детей. Организаторы говорят, что турнир был организован по эпидемиологическим правилам, но участники тоже несут индивидуальную ответственность. Было несколько заявок на участие из стран зелёной зоны, но мы даже их побоялись пригласить, поэтому решили, что в этом году турнир будет организован только для бенгров, сообщил организатор. Небольшими группами играют дети в парке Зичи в Секеш-Вегервари на семейном пикнике. Здесь также стараются соблюдать дистанцию и проводить различные игры в разных местах, как можно дальше друг от друга. «На открытом воздухе мы чувствуем себя в безопасности. Мы принесли дезинфицирующие средства для рук, которыми пользуемся после каждой игры», – пояснила участница. Организаторы также обеспечили всех дезинфицирующими средствами. На каждом столе стоит флакон, которым следует регулярно обрабатывать руки. В Венгрии в настоящее время мало инфицированных коронавирусом, и число смертей значительно сократилось. Эксперты считают, что причина заключается в том, что новые случаи заражения сейчас происходят в основном в активной возрастной группе до 40 лет. Они, как правило, заражаются за границей или на мероприятиях в закрытых помещениях, где люди не носят маски. Инфекционист Януш Лавик сказал нашему каналу, что в настоящее время инфицирование происходит в очаговых зонах. Поэтому эпидемию коронавируса следует локализировать преимущественно в этих очагах. Действующие правила выполняют свои предназначения, если их соблюдают, сказал врач. Интерес к аренде летних домов у Балатона значительно повысился. Темп просто достиг пика в мае и в июне, в период смягчения эпидемических ограничений. Но эта тенденция продолжается. Ласло Балак, эксперт по недвижимости, сказал нашему каналу о том, что повысился интерес на аренду не только у Балатона, но и на озере Велленце. Эта группа молодых людей приехала на Балатон из столицы. Они пробудут три дня в этом коттедже. Говорят, приехали сюда, потому что на отдыхе им важны покой и семейная атмосфера. Я считаю, что очень много красивых мест вокруг озера Балатон, говорит девушка. Этот коттедж открыли в прошлом году. По словам владельцев, растёт спрос на качественные услуги и в частных апартаментах. И всё больше и больше людей принимают гостей не только в летний, но и в низкий сезон. В этом году наблюдается абсолютное безумие. Внутренний туризм стремительно растёт. У нас тоже всё лето полный аншлаг. Всего на один-два дня есть ещё свободные номера, говорит владелец. На северном побережье озера Балатон в высокий сезон снять дом на месяц можно в среднем за 250 тысяч форентов. А на южном побережье в июне-июле эта цифра была около 200 тысяч. Дополнительному спросу способствовал тот факт, что из-за эпидемии коронавируса многие люди выбрали внутренний отдых вместо зарубежных направлений. В мае спрос на аренду летних домов был на 70%, а в июне – на 50% выше, чем в предыдущем году, говорит специалист. Согласно данным опроса, около 60% отдыхающих в этом году предпочли поездки внутри страны. А 50% респондентов отложили поездку до конца лета или осени. Самый большой музей под открытым небом Венгрии находится в Сент-Эндре. На территории музея площадью 63 гектара посетителям раскрывается архитектура, жилищная культура, сельское хозяйство и образ жизни венгероязычных жителей Западной Венгрии и Трансильвании. Выставка разделена на разные регионы. Постоянная экспозиция охватывает период с середины XVIII до середины XX века. Венгерская национальная галерея – это крупнейшая публичная коллекция, представляющая венгерскую живопись. В музее дворцового ансамбля замка представлены важнейшие венгерские произведения за почти тысячу лет. От средневекового готического алтаря, крупнейших венгерских художников XIX века и до пионеров современного искусства. В многоэтажном музее можно провести целый день. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Продолжение следует...